Сегодня необходимо, потому что в жизни, о чем мы сегодня слышим, друзья, действительно, это самая насущная тема сегодняшнего дня, о чем я вначале говорил, и потом, если будет время, еще та же на эту тему хочу поговорить, что действительно нам сегодня нужен Бог, нам сегодня нужна сила Духа Святого, нам сегодня нужно тот, чтобы действительно Господь управлял нашей жизнью. Но, когда мы читаем некоторые места Священного Писания, и мы видим, друзья, что эти желания, я думаю, есть у каждого сердца, но иногда нам не нравятся пути, которыми Бог нас ведет к этому. И я приведу один пример, и вы увидите, что я не знаю, сколько лет происходило, но вы помните, что одна из семей, когда они приходили в Иерусалим на поклонение, и видим, что в одной из мужей было две жены, и жену, которую любил больше, крепче, Анна, помните, да, у нее не было детей. И смотрите, что там говорит Священное Писание, когда они приходили, вот, и муж давал угощения, укреплял, говорил, ты для меня больше, ты для меня больше многих сыновей. А та, вторая, она упрекала, а Анна что делала? Плакала и молилась. Друзья, я не знаю, сколько лет. Писание не говорит об этом. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что путь для появления Самуила, это не просто путь. Знаете, вот мы сейчас загорелись, и завтра получим. Это путь борьбы, братья мои. Это путь постов и молитв. Это путь усердия. Это путь жертвенности. Это путь, друзья мои дорогие, когда мы, как наследники вечной жизни, пребывая, во-первых, лично, каждый как брат, потом в семье, и тогда церковь, она наполняется этим желанием, этим стремлением, этой благодатью. Но это нужно, дорогие братья. Это нужно сегодня. Я вчера говорил уже о том, что церковь, она, друзья дорогие, перед восхищением, она должна быть наполнена благодатью и силой Святого Духа. Но есть некоторые вещи. Они, на первый взгляд, кажутся незначительными. Первая из таких проблем сегодня, особенно в новых церквах, это то, что Христос спасает. Правильно, Христос спасает. Но, к примеру, когда начинаешь беседовать о покаянии, когда начинаешь беседовать о водном крещении, и человек говорит, а я сегодня скажу прямо, пастырь церкви говорит, а что, водное крещение спасает? Христос спасает. Вы знаете, что в этих словах что-то есть. Но люди не понимают, что если мы не умрем для греха, то нас Христос не спасет. С одной стороны, кажется, правильное ударение, да, водное крещение, разводное крещение спасает, нас Христос спасает. И вот в этих словах настолько завалирован вот этот дьявольский вопрос, чтобы человек не обратил внимания на то, что стоит с заводным крещением. А затем стоит покаяние, а затем стоит смерть, а затем стоит воскресение, а затем стоит принадлежность Христу. И вот такой маленький вопрос. Следующий вопрос, который очень культирируется, это любовь. Любовь. Вы знаете, любовь – это очень хорошее слово. Это очень важное слово для церкви. Это очень необходимое для церкви. Но подходишь к сестре или к брату, и Слово Господне нам говорит, чтобы мы не судили друг друга, но Слово Божие дает нам право наставить и обличить друг друга. «Брат, почему ты меня не любишь?» «Любовь». То есть любовь сегодня считается не помочь спастись, а любовь сегодня считается грехи покрывать. И вот по этим нескольким причинам получается, что когда человек приходит к вечере, к заповеди, в сущности, друзья дорогие, человек принимает вечеру без страха во грехах. Он не умирает для греха, он, друзья дорогие, живет во грехе, он супутствует греху, он споспешенствует грех, и вместо того, чтобы открывать грех, он, как бы, пользуясь, любить. И вот Слово Господне нам говорит, кого люблю, тех обличаю, да еще не обличаю, а еще и бью. Вы понимаете, вот любовь, она потеряла свое истинное значение. Любовь – это помочь спастись. Любовь – это освободиться от греха. Любовь, друзья дорогие, это не покрытие греха, не прикрытие греха, а это выявить грех. И сегодня таких очень много примеров. И еще на, в основном, на что я хочу сегодня обратить внимание, и очень важный момент, и я прочитаю несколько мест священного писания на эту тему, это, друзья дорогие, когда мы читаем Слово Божие, оно говорит нам о некоторых притчах. Да, Христос сказал притчу, Христос сказал притчу, но сегодня от вечерей Господней хотят сделать притчу. В чем суть, друзья, этого? А суть в отчем? Что тело и кровь Господа – это символы. То есть хлеб и вино – это символы. Вы знаете, что сегодня, когда это символы, тогда человек приходит при лицо Божье, там уже нету страха, там уже нету благоговения. Но это уже символы. Я лично видел в одном служении, когда порезали хлеб ножиком, взяли буханку хлеба, разрезали ее, взяли вот кусочек хлеба на досочку, порезали этот хлеб такими кубиками, разнесли по народу, оставшиеся в мусорный, тут же рядом стоит мусорный ящик, выбросили. Это символы. Дорогие братья, символы жизни не дают. Итак, сегодня мы видим, водное крещение – это символ, это, говорит, символ смерти. Хлеб – это символ, кровь – это символ. И вот так потихонечку человечество, то есть христианство, лишается тех истин, которым нужно приходить со страхом, и трепетом, которым нужно приходить с благоговением. И, друзья мои, когда мы читаем места Священного Писания, где Иисус Христос обращался к церкви, обращался к народу израильскому и говорил, кто не будет кушать тело моего, вот не, чтобы сказать притчу, да, вот, братья, сестры, там, или как, я хочу сказать вам сейчас притчу, вот, кто не будет кушать тело моего и пить крови моей, не будет иметь в себе жизни. Ага, вы знаете, а никто бы не соблазнился бы. Но когда он говорил, и окружающие люди, они очень хорошо понимали, какие странные слова, говорит, кто может это слушать? Даже ученики перестали следовать за ним. Братья мои, сестры, это не символы. Израиль очень хорошо понял, о чем Христос говорит. Но только потом они дальше до конца не были верны, до конца, как сказать, не дошли в этот путь, они до конца не остались благословенны. И мы видим Христос, читаем, и Матвей говорит, друзья, и Лука говорит, и первое полцание Коринфянам об этом говорит. Давайте прочитаем Евангелие от Матвея. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, дети, сиесть тело мое». И взял чашу, и благодарил, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сиесть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Символ грехи, друзья, дорогие, не омывает. Символ грехи не прощает. И поэтому сегодня я хотел бы особенно к братьям-служителям обратиться и также к братьям-проповедникам, чтобы мы действительно... В этом, в общем, в Писании есть проблема. Какая проблема? Проблема в том, что Слово Божие, оно разделяется как бы вот на таких три направления. Первое. Есть некоторые места Писания, которые мы должны принимать духовно. В частности, помните, после этой беседы Христос говорит, «Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». То есть, вот здесь вот эти слова касаясь тела и крови Господней, здесь нужно понимать духовно. Здесь заложен дух жизни. Здесь заложена сама сущность Христа, принимая его жизнь. Есть некоторые места Писания, которые нужно принимать буквально. А есть некоторые места Писания, которые нужно понимать косвенно. Вот притчи, да? И вот здесь мы, как люди верующие, особенно как братья-проповедники, вот мы не должны что-то менять местами. То, что есть естественно, должны понимать естественно. То, что мы принимаем косвенно, как притчи, должны принимать косвенно. То, что духовно, должны принимать духовно. Но если мы поменяем местами, мы потеряем жизнь этого слова. Мы понимаем, мы потеряем силу этого слова. И вот по этой причине, друзья, идут люди на заповедь, они могут идти во грехах. Они могут не понимать того истинного благословения. Друзья, какое благоволение перед этим, когда пастырь церкви берет этот хлеб ножиком и с досочки, и его туда в это мусорное ведро. Какое? Это тело Господа. И Христос говорит, это тело мое, за вас сломимое. Какое благоволение? Да никакого. Получается, друзья, это просто религиозность. И так потихонечку дьявол внедряет вещи, чтобы христианство, оно, друзья, дорогие, суть этого, чтобы христианство не было чувствительным ко греху. И как только дьяволу удается вот эту чувствительность ко греху убрать, и тогда христианство превращается в религию. Оно идет на собрание, оно участвует в заповеди, оно молится, оно, друзья, дорогие, принимает водное крещение, но христианство не придает значения тому, что происходит. Человек пришел сухим грешником, с речки вышел мокрым грешником. Человек, друзья, идет на заповедь, кровь Иисуса Христа не очищает. Почему? Потому что он не понимает, что это кровь. Это символы. Это просто так вот привычка. Это просто какое-то, знаете, религиозное значение. Больше ничего. Но если сегодня, дорогие братья, мы будем готовиться к вечере Господней, принимать Его жизнь, и мы понимаем, как сегодня уже братьям было сказано, что к приближающимся меня освящусь, когда я понимаю, у нас в Нарве был случай, когда большое пробуждение, и когда мирской человек принял хлеб, он стал немым, он перестал разговаривать. Вот если бы сегодня в нашей жизни вот так происходило, описание говорит о том, что нескоро совершаются суды, и поэтому люди, люди не боятся делать грех, я своими словами. Но когда бы, если бы мы приходили со всякой серьезностью, со всякой ответственностью, когда мы понимаем, друзья, что я принял водное крещение, я умер для греха и однажды умер, сегодня, братья, проповедники, когда мы читаем место, сейчас написание, где апостол Павел говорит, я умираю каждый день, и братья говорит, он для греха умирал каждый день. Интересно. Здесь Павел нам пишет, братья, то, что мы умрили для греха, то умерли однажды. А для себя, он говорит, братья, я каждый день умираю. Друзья, не для греха. Вот как раз вот здесь мы каждый день умираем для своего я. Вот наша плоть, почему сказано, страдающей плотью перестает грешить. Некоторые говорят, это вот болезнь. Да не болезнь, здесь такие больные, решать так, что здоровым за ними не догнаться. То есть, когда я умирщвляю свою плоть, понимаете, а ей это больно. Вот сегодня брат говорил о гордости. Вы знаете, когда гордому человеку прийти и сказать, брат, в тебе грех. Вот здесь ты покайся. И если ему действительно придется покаяться, вы знаете, как его плоть будет страдать? Если человек самолюбивый, а ему сказали что-то не по его. Ребенок, он падает и ногами дрыгает. А христианин, он не может обладать собою. Коснулись его личности, его эгоизма. Но если он действительно захочет страдать, то братья мои и сестры, ему придется, то есть покаяться, ему придется страдать этой плотью. И очень крепко придется страдать. И если он еще начнет молиться о том, чтобы Бог дал ему смирение, то он еще завтра встретит человека, который в лицо ему плюнет. И ему придется страдать этой плотью. Крепко придется страдать, друзья мои дорогие. Поэтому сегодня для нас очень важно в нашей жизни, что мы могли понимать, что значит я умираю каждый день. Что умри для греха, умерли однажды, братья. А что живем, живем для Господа. Но в нас еще осталось тело. Ветхий Адам Христос победил. А тело наше в нас осталось, но греховное. Оно не перестало быть способным грешить. Оно не перестало способным что-то видеть, что-то слышать. Но, друзья дорогие, но Дух Святой дарован нам, дал нам способность быть чувствительным ко греху. И вот здесь, когда мы идем на вечерю Господню, мы понимаем, что мы идем встретиться с жизнью. Мы идем встретиться с распятым Христом. Мы идем, друзья дорогие, чтобы принять эту жизнь, чтобы мне жить дальше, чтобы мне побеждать. И я принимаю кровь Господа. Не символ, я принимаю кровь. Да, наши глаза что-то видят. Мы что-то чувствуем. Мы что-то переживаем. Но, друзья дорогие, вера, что значит вера? Вера, она видит невидимое. Вера, друзья дорогие, она простирается дальше, чем видят наши глаза, чем чувствует наш тот язык. И мы должны быть очень крепко уверены в этом, о чем сказал Христос. Если не будете кушать тело моего, если не будете пить крови моей, не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь будет иметь жизнь вечную. Такие странные слова. Кто может это слышать? Церковь Иисуса, которая мыта кровью Его, которая прощенная, которая ранами истелена, она может это слышать. И поэтому она приходит к Нему с благоговением. Она приходит со страхом. Дорогие братья, дорогие сестры, братья, вы думаете, что Господь сегодня не может церкви послать дарование и силу Духа Святого, истеление другие дарования может дать? Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что если это дарование будут действовать при греховности настоящего времени, то она потеряет силу. И поэтому церковь, я хочу братья, упросить и умолять, нам сегодня нужно прийти к освящению. Нам сегодня нужно привести свои семьи к освящению. Нам нужно привести самих себя к освящению. Нам нужно сегодня приблизиться к Богу. Нам нужно понимать, почему мы вступили в завет с Богом. Нам нужно принять, что такое тело и кровь Господа. Нам нужно сегодня принять, почему я иду на служение. Бог дал мне сегодня время, чтобы я шел к Нему навстречу. У меня есть другие приоритеты, у меня есть другие цели, у меня долги, у меня в банке кредит, жена меня гонит. Я как-то проходил мимо одного дома, слышу, муж говорит, слушай, ну факит уже сегодня на собрании, а жена ему говорит, какое собрание? Он говорит, ну разбор слова. Жена ему говорит, а что тебе делать нечего, что ты пойдешь туда? Понимаете? А что тебе делать нечего, что ты пойдешь туда? Вот сегодня наши отношения. И я хочу сказать, не дай Бог, если Бог при таких отношениях сегодня начнешь что-то делать, мы привыкнем к этому. Нам нужно возвратиться, нам нужно возвратиться, нам нужно иметь страх Божий. И я поддерживаю сегодня брата Бориса. Нам нужно возвратиться к этому, братья. Нам нужно возвратить свое личное отношение к Богу. Через смирение, через пост и молитву. Нам нужно возвратить наши семьи. Нам нужно возвратить к познанию, что такое церковь, что такое Слово Божье, что такое молитва, что такое связь с Богом, что такое зависимость от Бога. И при нашей ревности, при нашем покаянии, при нашем смирении, друзья дорогие, Бог не замедлит, когда мы начнем ценить ценности, которые даны нам Богом. А нам даны великие ценности. В том случае и Дух Святой. Вы знаете, что сегодня среди служителей идет вопрос о том, обязательно ли сегодня быть крещенным Духом Святым. Сегодня, друзья дорогие, западные учебные заведения, они принесли нам пагубное познание. Пагубное познание, я бы сказал бы, дьявольское познание. В чем суть этого дьявольского познания? Когда человек, мирской человек, вышел сегодня сюда и покаялся, его поздравили, брат, сестра, ты рожден свыше, ты уже рожденный. А если он рожденный свыше, скажи, что ему надо больше? Он же родился свыше. И Писание говорит, если ты родился свыше, все открыто, все открыто. Ему никуда не нужно торопиться, ничего не надо. Он же родился свыше. Он уже все, он уже спасенный, он уже имеет все. Зачем ему, зачем ему Дух Святой? Зачем ему водное крещение? Да и что, если пастор попадет и скажет, брат, все нормально, о водное крещение, что спасает, что ли? Да не спасает, Христос спасает. Ты Христа принял? Принял. Спасенный, рожденный, свыше. Все. Вот пагубная вещь, которая сегодня вкрадывается в сердца служителей, вкрадывается в сердца людей. Сегодня, друзья, дорогие, радио, сегодня различная литература, она много отводит от истины. И в этот легкий путь, он нравится. Не нужно поститься, не нужно молиться, не нужно идти на собрание. Главное дело, ты спасенный и все в порядке. Дорогие братья, мы помолимся, чтобы нас Господь благословил. И очень важно, Слово Господне нам сегодня делает ударение, чтобы нам держаться Слово, чтобы нам держаться Слово Божьего. И просить об открытии той глубины, которая заложена в этом Слове. Чтобы, друзья, та Божья благодать, она могла управлять нами в церкви. Я понимаю, друзья, дорогие, здесь от служителей зависит так много, но мы сами ничего сделать не сможем, если вы, служители, в своих церквах, в своих домах, в своих домашних церквах, этого делать не будете. Но когда отец действительно станет священником дома, когда отец спросит у своего сына или дочери, сегодня молодежные, а ты почему дома остался? Сегодня подростковые, а ты почему дома остался? Сегодня там спевка или сыгревка, а ты почему дома? Почему ты дома? Если мы этим не занимаемся, то приходит на место Писания, я говорил как-то в связи с церкви, о том, что начал заниматься тем, бросил. Почему бросил? Это не мое. Начал тем заниматься, бросил. Почему бросил? И это не мое. Еще начал чем-то заниматься, бросил. И это не мое. И так, и то не мое, и то не мое, и то не мое. И Писание говорит, то есть это не твое, не твое, а то чужое, ну да, то если ты не верен в чужом, кто тебе даст твое? Ты в чужом не верен. Кто тебе даст твое? Поэтому иногда есть такие вещи, где нам нужно просто понимать. Нам нужно приложить старания и усилия. А почему не его? А потому что в воскресной школе там заниматься нужно. Там учитель должен тратить время для того, чтобы урок готовить. А на спивку идти, там нужно дома тоже что-то делать. Там нужно жертвовать, там нужно посвящению. А проще всего, знаете, зала выскочил, три аккорды, да еще гордо. Тряхнул, и все в порядку. И все нормально. И люди будут говорить, слава Господу, ну и все нормально. Но, друзья, нужно для того, чтобы идти на молитву, нужно дома молиться, чтобы идти на молитву. Для того, чтобы идти на служение, нужно дома молиться, чтобы идти на служение. Для того, чтобы искать проповедь, нужно дома молиться, чтобы приходить и говорить Слово Божье. И мы сейчас помолимся, братья, чтобы Бог дал нам вот эту чувственность, эту ответственность. Потому что Бог вручил каждому семью личную жизнь, личное познание. И к этому равнодушно относиться нельзя, братья. Давайте помолимся.